Нагоняют нас, знаешь, это, нагоняют нас великие истории из прошлого, и сейчас мы одну из них обсудим с Ольгой. Мне кажется, да. Ну, как-то прошлое, не прошлое, а эта история очень даже про настоящее. Дело-то громкое было. Да, да. Ты знаешь, сейчас с нынешними развитием событий уже все, что было, я не знаю, несколько лет назад, кажется таким мощным, прошлым, день за два. Нет, а знаешь, в чем я вижу непосредственную связь с днем сегодняшним? В том, что это очень показательная история. Условно-досрочное освобождение, оно же для кого? Оно не для Алексея Гориного, оно не для политических, оно не для протестующих. Оно вот, сейчас расскажем. Обсудим все это. Ольга Романова уже давно наблюдает за нами с большим интересом. Привет. Оль, привет. Привет. И главное, конечно, что это вы взяли из прошлого-то? Она из настоящего и из будущего. Из будущего. Это история очень актуальная. Суд освободил Шакро Молодого. Боже, я не верю, что в новостях опять звучит Шакро Молодое. Но, тем не менее, это такой криминальный авторитет, так называемый вор в законе. Освободили его по состоянию здоровья с 2018 года. Его тогда приговорили почти к 10 годам заключения. Но вот сейчас по состоянию здоровья его освобождают. Ну, правда, Шакро Молодой – это имя из какой-то позапрошлой жизни, Оля. Разве нет? Конечно, нет. Давайте так. Захарий Князевич Калашов. Захарий Князевич у нас, он же Шакро Молодой, он у нас самый авторитетный вор в законе, он наследник деда Хасана, собственно, Усаяна. Он очень счастливо уехал в Испанию в начале 2000-х, чем сохранил себе жизнь, поскольку здесь как раз шел передел сферы влияния, в результате которого, например, погиб Япончик Иваньков. Один из его, собственно, не то чтобы крестных отцов, а один из его старших товарищей, так же, как и дед Хасан. И вот что любопытно, вот что любопытно, в Испании он получил срок затмывания денег, и его требовала к себе Грузия, чей он, собственно, гражданин, равно как гражданин России. У него там в Грузии конфисковали 62-комнатный дворец, максимально похожий на дворец Путина. И вообще Грузия была тогда, Саакашвилиевская Грузия была очень серьезной, потому что они к нему настроены. Ну, удивительным образом оказался выдан Россия, а не Грузия. Россия приложила максимум усилий для того, чтобы, причем, Следственный комитет, сотрудничая с испанскими органами, там, всю информацию, которую они хотели отдавая, таки забрали прекраснейшего вора в законе к себе. И после перестрелки на Рожжевской улице, когда две дамочки не поделили там какой-то ресторан, а Рожжевская улица, я напомню, это между Белым домом и, собственно, домами, где живет российская элита. Где живут члены правительства, там все такое, там же Трехгорка знаменитая, где сейчас рестораны и все такое. И вот там была эта знаменитая перестрелка, где две дамы, вот, собственно, поссорились из-за ресторана под названием «Элемент». И, с одной стороны, туда приехали стрелять друг в друга, собственно, Захарий и его правые и левые руки. С другой стороны, Следственный комитет на его стороне, а с третьей стороны ФСБ. Была эпическая перестрелка. Это была великая битва на Рожжевской, я там просто живу по соседству. Там, в принципе, такое неспокойное место, регулярно новый ресторан, новая перестрелка. Но вот с Шакром молодым было очень масштабно. Ну, слушайте, но битва при Рожжевской-то, вот вы просто говорите, там прошлое, не прошлое, это просто, ну, реально давно, вот даже вспомнил, какой ресторан, какой элемент вообще-то был. Не-не-не, ну, ты что, это легенда. Мы вспоминаем, мы просто вспоминаем, напоминаем нашим юным зрителям, например. Да-да, этапы большого пути. Совершенно верно. И обнаружилось, ба-а-а, так оказывается, значит, Захарий Калашов, оказывается, у нас с Шакром молодой, крышуется Следственным комитетом. И ФСБ тогда раскрутило мощнейшую совершенно историю, и в результате сели, лишились звания всего, могущественный совершенно клан в ГСУ, Главное следственное управление Москвы. Тогда сели Денис Никандров, первый зам СК, Максименко, зам безопасности, и Дреманов. Их судьба очень интересна. И, кстати, была ответочка. А ответочка была, сделала полковника Захарченко. Слушай, да, это тоже отдельные... Когда в квартире обнаружили склад денег. Да, Оль, а скажи, пожалуйста, важно ли вообще... Просто я, когда вижу такой заголовок, у меня прям сразу срабатывает известно что. Устилабинский суд. Это ж карманный суд Дерипаски. Хорошо тебе лично знакомый. Имени Насте Рыбки. Почему это? Как это? Что такое? Ну, естественно. Давайте я еще расскажу, как дело-то было дальше. Давай. Дело-то дальше было, я бы сказал, про трех человек, которых ГСУ взяли. Значит, Некандров и Максименко. Максименко в прошлом году внезапно повесился в тюрьме. Абсолютно на ровном месте у него все было нормально, все было хорошо. А в это же время его подельник Денис Некандров из тюрьмы вышел и стал работать, по-моему, в Росвооружениях. Или в Ростехе. В районе Эчара. Это вот подельники. Какая разная судьба. Да, очень разная судьба. Очень разная судьба. И она, конечно, вся непосредственно связана и с войной, и с тем, что дальше было с Захарием. Усть-Лапинск, конечно. Усть-Лапинск – это полностью в отче на Дерипаске, и Усть-Лапинский суд не делает ничего в обход Олега Дерипаски. Поэтому, конечно же, здесь можно поздравить Усть-Лапинский суд с очередным потрясающим решением. Мне очень нравится, конечно, формулировка в связи с состоянием здоровья и с возрастом. 20 марта Шакро Молодому исполнится 71 год. Я напомню, примерно тогда же, в начале апреля, в начале апреля Олегу Орлову, главе мемориала, недавно посаженному, исполнится тоже 71 год. Но вот одного посадили, а второго, через старенький, нельзя сидеть. Нельзя сидеть. Надо сказать, что самое главное в деле Шакро Молодого. Когда началась война, все ждали, что скажут воры в законе. Потому что, конечно, по старым понятиям, идти на войну западло зэком. И тем более ситуация не Великой Отечественной войны, когда штрафные батальоны, воспетые Высоцким, когда люди шли защищать Родину. А тут надо никакой Родины ничего защищать. Были мелкие воры, были мелкие смотрящие, которые записывали какие-то ролики и говорили, что против войны, что не надо воевать. Но все ждали главного слова, потому что Шакро Молодой – главный вор в законе. То есть здесь абсолютно без... альтернативно. Шакро Молодой очень долго думал. Он очень долго думал и в конце октября только 22-го года издал такие указ, «Воровской прогон» называется. Пошел по зонам «Воровской прогон», что воевать, идти в Украину – это прямо замечательно. Это прямо хорошо, и все порядочные арестаты должны вот это делать. И с тех пор, собственно, сдвинулась с места и его судьба, и судьба двух его подручных, главных итальянцев, Кочубейков, по-моему, его фамилия. Собственно, итальянец правая рука Шакро, и именно его он старался выкупить у Следственного комитета, за что и был арестован сам, потому что попал в политические вещи. То есть его свобода и свобода итальянца вот сейчас выкуплена у российского государства за «Воровской прогон». То есть это который раз уже Шакро Молодой сотрудничает с властями. То есть, судя по всему, его выкуп в своё время из испанского пленения. Там тоже был Следственный комитет, которым был очень нужен соратник, просто дорогой брат Захарий Князевич. И вот в очередной раз Захарий Князевич. Это, конечно, никак не сочетается с понятиями, но я не буду вступать в общий хор, куда катится мир. Вот Эмпера Уоррес. Почему его отпустили? Потому что он поддержал специальную военную операцию, как и было с ним договорено. Поддержал вербовку заключённых и всячески продвигал ТЮД. То есть это такая часть сделки? Это часть сделки. Причём в часть сделки там шли большие торги. И на этих торгах была определена цена поддержки. Это, собственно, свобода всем, всей его когорте и ему самому. Потрясающе, конечно. Скажи, пожалуйста, есть вероятность того, что по возвращении начнётся новая волна вот этих вот битв на Родждельской и прочим? Нет. Судя по всему, несучих войн ничего не будет некоторое время. Я просто думаю, что Захарий будет искать, что называется, новую нишу. И новая ниша будет, судя по тому, как сложилась жизнь его подельников из СК, кто-то вдруг внезапно повесился, а кто-то, наоборот, пошёл в гору. Причём в области развития именно военного комплекса. Я думаю, что где-то в этом районе себя Шакро Молодой найдёт. У нас же сейчас ВПК – главное место развития. Я думаю, что где-нибудь в этом районе. Я думаю, что у нас будет какой-нибудь большой завод по производству дронов или что-нибудь ещё, куда внесёт большой свой вклад лично в Шакро Молодой. Захарий Калашов как, так сказать, ответственный предприниматель. Социально ответственный, безусловно. Социально ответственный и патриотично настроенный. Супер. Спасибо большое. Да, простите, что я хотел сказать? Нет, нет, нет. Спасибо большое, Ольга Романова, исполнительный директор движения «Русь сидящая». С нами был потрясающий рассказ про Шакро Молодого и какие-то события из нашей молодости. Ну, а с другой стороны, вот теперь это наша действительность, пожалуйста. Кто у нас на свободе? Вот эти вот бесконечные зэки, которые ещё и через войну прошли, и Шакро Молодой. Всё, других свободных людей у меня для вас нет. Субтитры создавал DimaTorzok